Сейчас сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на помощь государству в решении жилищного вопроса. Но только в том случае, если никакой недвижимости у них в собственности нет. Ранее данный пункт касался только объектов в Самарской области. А сейчас губернские депутаты хотят, чтобы речь шла о всей территории России. Теперь, чтобы иметь право на получение квартиры, сирота должен будет предоставить подтверждение того, что жилья у него нет вообще. Не нужно самому ребенку сироты этим заниматься. Это на уровне межведовственного взаимодействия затребует орган местного самоправления, где на учете стоит этот ребенок. Люди, рожденные после 31 января 1998 года, могут этого не делать, так как все документы по ним уже есть в единой базе. Кроме того, депутаты намерены прописать в законе пункт о необходимости предоставлять дополнительную справку из Росреестра, подтверждающую, что с момента включения в список очередников с 14 лет до момента получения недвижимости в 18 лет их же личные условия не изменились. Теоретически, за эти четыре года ребенок может либо получить наследство, либо наоборот, по каким-то причинам его лишиться. Данный законопроект сразу в двух чтениях могут принять уже в июне. Предположительно, он коснется примерно 15-20% детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжение следует...